Россия уже проиграла НАТО стратегически, при том, что НАТО с Россией даже не воевала. Ведь бессмысленная агрессия России в самом центре Европы только укрепила оборонный потенциал Североатлантического Альянса. И кроме того, непосредственно повлияло на его расширение. То есть самый страшный сон Путина буквально стал явью. НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. Именно так, ведь 18 мая 2022, то есть всего через три месяца после начала российской войны против Украины, Финляндия и Швеция сделали упреждающий маневр и подали заявку о вступлении в НАТО. Кстати, на следующий же день после этого Путин по привычке разразился невнятными угрозами. У России хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственные угрозы для нас, расширение за счет этих стран, для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. Но всем было наплевать. После прохождения необходимых процедур 4 апреля 2023 года состоялось вступление в НАТО Финляндии. А к концу года Альянс ожидает пополнения новым членом – Швецией. То есть Турция, которая вначале блокировала ратификацию вступления для шведов, теперь дала заднюю. Турция еще немножко потянет время. Там спикер их парламента сказал, что да-да-да, мы обязательно проголосуем, но у нас есть как бы там перечень законопроектов, вот мы идем по очереди и как бы дойдем. Я думаю, что, кстати, это связано с тем, что Ян Столтенберг сказал, что крайний срок приема Швеции в НАТО, ну не срок в плане, что после него нельзя, а в плане, что мы как бы планируем себе, да, окончание всех формальных процедур – это конец ноября. Вот турки где-то к этому времени немного будут тянуть, потом в последний момент там же, конечно, проснутся венгры и как бы скажут, что они же тоже еще не ратифицировали, скажут, что у нас вот тут окошко появилось, и мы сейчас быстренько проголосуем, потому что они так тоже любят, они так в Свинляндии делали, тянули, тянули, потом в последний момент проголосовали. Поэтому я думаю, где-то в конце ноября, в начало декабря все формальные процедуры будут окончены. С точки зрения стандартов, принципов, ценностей НАТО у Швеции вообще нет проблем. Шведы имеют очень мощную армию, ну как в контексте, конечно, масштабов своей страны, которая давным-давно подготовлена по всем стандартам, унифицирована, неоднократно принимала участие в учениях и так далее. А для России это будет финита ля комедия. Со вступлением Швеции в Альянс Балтийское море окончательно превратится во внутреннее море НАТО, а кроме того увеличивается протяженность границы с натовскими странами на воде. Кроме того, НАТО приближается к России с совсем неожиданной стороны, с российско-казахской границы. 25 октября 2023 в Казахстане при поддержке США открыли специальный миротворческий центр для подготовки военных по стандартам НАТО. Взаимоотношения Казахстана и НАТО основаны на рамочном документе партнерства во имя мира, который стороны подписали еще в мае 1994 года. Но именно сегодня, по прошествии почти 20 лет, казахи действительно заинтересованы в настоящем практическом партнерстве с Альянсом. Ведь, судя по действиям Кремля, только приведение войск в соответствии с прогрессивными НАТОвскими стандартами способно удержать территориальную агрессию России. Ведь свои аппетиты захватить при случае Северный Казахстан россияне давно не скрывают. По крайней мере, такие заявления не раз звучали на главных федеральных каналах страны, а это, как известно, рупор кремлевской официальной политики. Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Но казахи существовали. И так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России, Советского Союза, там, ну и так далее. Среднеазиатские, ну, там тоже сложные моменты. Там вообще государство национальное. На злобу дня половина Украины была ей подарена Россией. Территориальные конвульсии России порядком надоели ее соседям, и Казахстан не исключение, говорят эксперты. Поскольку сейчас ситуация с Россией становится все более и более непрогнозируемой, ну, с точки зрения, там, и тех действий, которые она сейчас предпринимает, и, кстати, с точки зрения ее перспектив, Казахстан, ну, пытается себе найти новых союзников, пытается укрепить свои позиции в контексте возможных каких-то там негативных взаимоотношений в будущем с Российской Федерацией. Поэтому очень логично, что они открывают миротворческий центр, они говорят о том, что мы хотим проводить какие-то совместные там учения, покупать технику, обсуждать какие-то там общие другие инициативы и так далее. И при этом они активно продолжают сотрудничать с Китаем, проводить тоже совместные учения, строить какие-то новые там проекты и так далее. И если у Казахстана будет все выходить, то именно он станет тем мостиком, которым когда-то, давным-давно, еще там при раннем Гельцине, мечтала стать Российской Федерацией. Но так получается, что она уже таким мостиком не будет, а вот это открывает определенные перспективы перед Казахстаном. Ну и, конечно, это сигнал России, что вы не думаете, свет клином на вас не сошелся, мы можем найти себе других партнеров, и если вам тогда же нравится, старших товарищей, которые могут, в принципе, нас защитить или помочь в случае возникновения каких-то не очень приятных ситуаций в той же России. Миротворческий центр при поддержке США и сближения с НАТО для Казахстана определенного рода страховка на будущее. Ведь Россия не только большая, но и абсолютно больная страна. А потому, даже проиграв войну в Украине, вероятно, через время захочет наступить на те же грабли и опять пойдет войной на соседнее государство. И, возможно, в этот раз против казахов. Еще в 2019-м президент Казахстана Такаев заигрывал с Москвой и говорил, что не считает захват украинского Крыма аннексией. И, кроме того, подчеркивал, что захвата собственных территорий со стороны Кремля не боится, потому что, мол, верит в мудрость и порядочность российского руководства. С 2022-го доверие казахов российскому руководству сильно пошатнулось. Тогда, в начале лета, на так называемом форуме в Санкт-Петербурге, Такаев уже открыто выступил против российской оккупации украинских территорий. Я хотел бы отметить следующее, что современное международное право – это устав Организации Дневных Наций. Но два основных принципа, заложенных в устав, в современное время, в настоящее время пришли в взаимное противоречие друг с другом. Это территориальная целостность государства и право нации на самоопределение. Но вообще подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Дневных Наций, на земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. Этот принцип будет применен и в отношении квази-государственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Публичная критика России со стороны Такаева показала, что пророссийские настроения в Казахстане окончательно потеряли популярность не только среди местного населения, но и среди казахских политиков. Как показывает история, дружить с Россией гораздо опаснее, чем враждовать в открытую. Поэтому сближение со странами НАТО для Казахстана гораздо более выгодная политика, чем унизительное поклонение Москве. Казахстан изначально такую позицию занимал. А сейчас, конечно, эти процессы усугубились, усилились, ускорились. И для них, да, это элемент дополнительной страховки. Понимание того, что как минимум на дипломатическом уровне эти страны за них впишутся. Кроме сотрудничества в военной сфере, Казахстан развивает и свой бизнес в сторону США и Европы. Ведь сегодня европейские активы в какой-то мере тоже служат дополнительной страховкой против возможной российской агрессии, говорят эксперты. Огромное количество казахских компаний еще во времена даже предыдущего президента, чуть ли не вечного, Назарбаева, они же имеют в своей основе значительную долю западного бизнеса. Британского, французского, американского. То есть в этом плане они всегда очень четко и красиво выстраивали свои взаимоотношения, привлекая европейский, американский бизнес. Важный момент. Когда они привлекают часть вот этого европейского бизнеса в свои компании, они же действуют очень цинично. В каком контексте? Что всегда те страны активнее будут вписываться за них, понимая, что там есть их экономические интересы, которые они должны защищать. У Украины, к сожалению, у нас просто в силу предыдущих всех президентов различных, Кучма, Ющенко, Янукович, вот этих трех, в основном, у нас сформирована была система нескольких другого бизнеса с очень малой долей какого-то иностранного. А если бы у нас здесь были транснациональные корпорации, ну, поверьте, некоторые бы страны по-другому в 2014 году реагировали на то, что происходило. Показательная многовекторность, которую последнее время демонстрирует Казахстан, не означает, что Китай потерял там свое влияние. Скорее наоборот, китайцы на долгие годы останутся ключевыми партнерами для всех стран Центральной Азии. Ведь Россия в этом регионе уже утратила свои позиции. Членство в НАТО остается на сегодня самой верной гарантией для сохранения территориальной целостности оберегом от всякого рода псевдоденоцификаций. Мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. В переводе с кремлевского на человеческий язык, это означает, что в феврале 2022-го Путин планировал обезоружить и захватить Украину. Однако получилось с точностью да наоборот. С начала полномасштабного вторжения России Украина как никогда раньше приблизилась к Альянсу, как по имплементации необходимых стандартов, так и по количеству обученных по этим стандартам военных. 30 сентября 2022-го Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО и теперь имеет все шансы заслуженно стать 33-м членом Альянса. Ведь за почти два года Российской войны тысячи украинских военных прошли обучение у лучших натовских инструкторов. При этом украинцы продемонстрировали рекордные успехи по обучаемости и теперь сами дают мастер-классы для натовских военных. Так в Тарту 17 и 18 октября украинский тренинговый центр «Пульс» учил тактической медицине представителей вооруженных сил Эстонии и армии страны НАТО. Вместе с уникальным практическим опытом самого масштабного военного противостояния со времен Второй мировой войны, это делает украинских бойцов настоящими супер-воинами нового поколения. Именно их опыт после победы над Россией станет оплотом для построения новых оборонных стратегий стран-членов НАТО. И, конечно, будет веским аргументом для присоединения Украины к Альянсу. — Украина активно внедряет из себя стандарты НАТО. У нас к концу года около 40% будет внедрено. При этом в некоторых сферах мы приняли больше стандартов, чем члены НАТО. То есть мы соответствуем этим, ну это объективная реальность, мы соответствуем этим стандартам больше, чем даже некоторые армии Альянса. Прежде всего те, которые находятся в центрально-восточной Европе. То есть тут Украина и лидерство и в этом плане занимает. Это на самом деле очень хорошая история для нас. Почему? Ну в каком плане? Что опыт наш, он пользуется очень большим спросом со стороны стран Альянса. Почему она хорошая? Ну с одной стороны это, во-первых, взаимодействие, совместное учение, обмен опытом и так далее. А с другой стороны, это же дополнительный аргумент, в том числе для многих стран в плане принятия Украины в Альянс. Потому что они понимают, что Украина будет уникальным государством, которое имеет, ну к сожалению, так для нас сложилось, понятно, здесь нечему особо радоваться, но так вышло, но имеет опыт удачного военного столкновения с стратегическим противником, которым определена Российская Федерация. Самое современное вооружение от западных союзников помогает Украине успешно бороться с российскими нацистами. И арсенал этого вооружения внушителен. От стрелкового вооружения до новейших РСЗО типа «Хаймарс». Французские артиллерийские системы «Сезар», немецкие танки «Леопард», финские минометы, шведские зенитки. Такого ассортимента вооружений никогда не имела ни одна армия мира в истории. И покуда российские оккупанты не уберутся с чужих территорий, этот арсенал будет только пополняться. 17 октября Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты «Атакмс» против российской армии. ВСУ осуществило первый запуск этих ракет по местам базирования российских нацистов, вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска. В результате, по данным сил специальных операций Украины, были уничтожены 9 российских вертолетов, пусковая установка системы ПВО, внушительный запас боеприпасов, десятки российских военных и на закуску «Эго Путина». Ведь после этого успеха ВСУ он чуть ли не умолял Соединенные Штаты забрать свои дальнобойные ракеты и практически расписался в грядущем поражении России. Если война проиграна России, зачем поставлять «Атакмс»? Пусть заберут назад «Атакмс», все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чайпите. Если проиграна война... Проиграна война. Таким образом, полномасштабное вторжение российских солдат в Украину 24 февраля 2022-го максимально приблизило украинские войска к стандартам Альянса и обеспечило практическое использование многих видов современного вооружения. Что же на это скажут в Кремле? Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. На самом деле, кремлевский стратег допланировался лишь до того, что привел себя к скамье подсудимых, а страну к полному краху. И все это может закончиться так, как закончилось для Советского Союза. Гонка вооружений, соответственно, экономический кризис, до свидания. Поэтому в этом плане это стратегическое поражение Путина. И единственный, кого Путин в этой ситуации должен винить, это он сам. То есть он может подходить к зеркалу и рассказывать вот тому, кто будет там отображаться, какой он как бы ненормальный, идиот и так далее. Потому что это все исключительно плоды его политики. Страны, которые занимали принципиально нейтральное положение, ну вот Финляндия в первую очередь, они изменили, скажем так, эти взгляды и интегрировались очень быстро в Альянс. Я не исключаю, что Путина дальше, понятно, 33-й страной станет Украина, а дальше для него будут еще, я думаю, очень неприятные новости с большой вероятностью, например, с Арменией, которая выйдет с АДКБ и скажет потом, что мы начинаем процесс интеграции в Альянс. Кстати, с Молдовой тоже возможен вариант. Россияне, как мальчик из басни, долго кричали «Волк! Волк!» То есть НАТО! НАТО! А кремлевские пропагандисты уверяли, что войска Альянса буквально прячутся за кустами на российской границе. И вот теперь это стало реальностью. И на суше, и на воде НАТО буквально окружило российские территории. Вот только есть нюанс. Российские запущенные земли с полупьяным населением цивилизованному миру и даром не нужны. Редактор субтитров А.Семкин